МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Фермеры". Это сегодня в нашем регионе, как я называю, подушка безопасности. Вениамин Кондратьев прокомментировал послание президента к Федеральному собранию. К черту, Кирилл Викторович! Сегодня задуваем свечи и загадываем желание. Ограбление шепотом скромного вымогателя задержали в одном из краснодарских банков. Победу в этом турнире особо суеверные игроки и болельщики называют проклятием. Его и пальцем трогать боятся. Зачем проклятые трофеи привезли в Сочи? На Кубани мужчины любят грудь. Я так не думаю. Знаток мужской психологии и женской анатомии Елена Малышева подкралась в Кубани и взялась за перевоспитание неправильных людей. Возились бытовые предметы и потом вместе с ними везлась эта коллекция. Выставка самоуверенных неудачников в Новороссийске показали то, на чем погорели контрабандисты. Это вечерние факты. Здравствуйте. Расскажу о самых важных событиях дня. Как будет развиваться Россия в ближайшие годы, сегодня обозначил Владимир Путин. Глава государства обратился с посланием к Федеральному собранию. Выступление президента, основные направления внутренней и внешней политики, положение страны, ситуация в экономике. Большой блок, посвященный соцсфере. В течение двух ближайших лет Путин поручил подключить все российские больницы и поликлиники к интернету. Это позволит врачам даже в отдаленном поселке использовать возможности телемедицины. Коснулся глава государства и образования. Помимо решения проблемы с третьей сменой в школах, не должно остаться аварийных зданий. Учебные заведения необходимо реконструировать. Сделал акцент президент и на развитии реального сектора экономики. Речь в том числе зашла и о поддержке аграриев. По словам президента, экспорт сельхозпродукции дает стране больше, чем продажи вооружения. В развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов. Считаю, что нужно дать им больше самостоятельности в определении приоритетов использования федеральных субсидий на поддержку АПК. А сам их объем связать с увеличением башни, повышением урожайности, других качественных показателей эффективности производства. Далее, чтобы у наших фермеров появились новые возможности для выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание поддержке сельхозкооперации. Я прошу заняться этим вопросом и Минсельхоз, Россельхозбанк, Росагролизинг, а также корпорацию по развитию малого и среднего предпринимательства. В следующем году мы пополним ее капитал почти на 13 миллиардов рублей. Послание к федеральному собранию президента гласил в Георгиевском зале Кремля. Там собрались депутаты Госдумы, сенаторы, члены правительства, главы конфессии, руководители регионов. В числе приглашенных были председатель законодательного собрания края Владимир Бикетов и губернатор Кубани. По мнению Вениамина Кондратьева, выступление президента – это речь о реальных проблемах людей, о способах их решения и о будущем страны. Все были свидетельны тому, что послание президента – это послание о жизни. Вот он четко сказал, что будущее России, будущее российской экономики в детях. И сегодня мы должны это понимать в том, что на школах, на детских садах, на образовании наших детей мы не можем экономить и экономить не будем. Он также отдельно обратил внимание и на фермерство. Фермеры – это сегодня в нашем регионе, как я называю, подушка безопасности. А чтобы фермерам и в целом нашим аграриям стать сильнее, им, конечно, нужно объединиться посредством кооперации. Кредитная политика, которая сегодня провозглашена или обозначена президентом России, тоже очень важна. Он поручил ему, чтобы продумали политику доступных кредитов. Чтобы выполнить поставленные президентом задачи, на Кубани планируют установить показатели результативности для каждого получателя субсидий, добавил Вениамин Кондратьев. А чтобы ликвидировать третью смену в школах, в следующем году планируют ввести не менее 5000 дополнительных мест. К строительству учебных заведений привлекают инвесторов, рассказал журналистам глава края. Правительство России идет правильным курсом, уверена, половина жителей страны. Им такой вывод сделали специалисты в ЦИОМ. Они изучили мнение россиян на политике Кремля. Живется хорошо 50% опрошенных. Это больше, чем в прошлом и позапрошлом месяцах. Недовольных, соответственно, стало меньше. А сейчас это каждый четвертый россиянин. С другой стороны, почти столько же, 24% респондентов, не могут отнести себя ни к тем, кому живется хорошо, ни к тем, кому плохо. И всего 1% не смог оценить свою жизнь и политическую ситуацию в стране. Но прямо сейчас переместимся на Кубанские дороги. Наш традиционный обзор пробок. Итак, внимание на экран. С начала недели ситуация явно улучшилась. По данным сервиса Яндекс.Краевой столицы всего 4 балла. Небольшие проблемы есть в центре, а также на Российской на 40 лет Победы. Ну а теперь посмотрим по камерам. Перед нами участок Северной и Коммунаров. Тут наблюдается скопление транспорта в сторону Красной. Автомобилисты спешат проехать перекресток и перекрывают трамвайные пути. После Красной ситуация заметно меняется в лучшую сторону. На Северной, в районе Аэродромной, никаких заторов нет. В оба направления машины едут свободно и водителям не приходится нервничать. На Российской собрался небольшой затор перед злобой. В обратную сторону тоже сложно проехать. Скоростные показатели снижены. Можно потерять около 10 минут. Сложные для проезда участки есть на кольце Дзержинского и Лузана. Тут держится пробка на выезд из города. Скорость потока пешеходная. Водителям придется изрядно задержаться на этом участке. Ну а теперь заглянем в Сочи. Радует сегодня пересечение Конституции Парковой. В этот час здесь свободно. Машины едут с хорошей скоростью и без остановок. Также не наблюдаются затора на Гагарина и Донской. Транспорт едет активно. Скорость больше 20 км в час. Ну и возвращаемся в краевой центр. В городе по-прежнему 4 балла. Самая большая пробка, как всегда, на Красной. Центральная улица стоит от Горького до Офицерской. Водители на этом участке могут потратить около получаса. Затор сохраняется на Российской. Стоит и улица 1 мая перед переулком Гаражным. Удачи за рулем и будьте осторожны. Три часа диалога и десятки вопросов. Именно столько длилось пленарное заседание под председательством Вениамина Кондратьева на предпринимательском форуме «Дело за малым». Стартовав в крае впервые, форум уже стал популярным. Тысячи предпринимателей и бизнесменов получили ответы на свои вопросы. Как строить и развивать малый бизнес? На что делать ставку? И стоит ли рассчитывать на помощь власти? Небольшой фрагмент заседания вы увидите прямо сейчас. Мы хотели сделать такую деловую площадку, наверное, не по форме, а по содержанию, позволяющему понять проблемы малого и среднего бизнеса. Так, чтобы мы могли говорить и слушать друг друга. Коллеги, мы все вместе делаем экономику нашего региона. Сегодня малый и средний бизнес, он не обделен вниманием власти. Но вот это внимание носит такой порученческий характер, разовый характер. Есть проблема, и ее пытается власть решить. А ведь должна работать система, при которой проблема должна выявляться сама собой. Не тогда, когда представитель малого и среднего бизнеса добежал до власти или смог достучаться до губернатора, до главы района или до кого-то еще. Система – это концепция, вот эта стратегия развития малого и среднего бизнеса. Я надеюсь, при вашем активном участии сегодня здесь будет обсуждаться, при вашем живом общении мы сможем ее реально принять и запустить. Все инструменты, которые будут применяться в этой стратегии, в этой дорожной карте, должны быть максимально эффективны. Я глубоко убежден, что нельзя деньги просто раздавать. И наличие самой господдержки – это еще не основания для хвастовства, что ли. Господдержка должна все-таки быть ориентирована на рыночные механизмы. Деньги надо давать только тем, кто умеет на самом деле зарабатывать. Не тратить, не осваивать, а зарабатывать и возвращать эти деньги в бюджет в виде рабочих мест, налогов. Это принципиально важно. Власть ведь, по большому счету, коллеги, должна выработать правила игры равные условия для тех, кто сегодня находится в бизнесе, предпринимательстве. Должна быть какая-то рейтинговая система, что для оценки муниципальных образований, именно коэффициентно-полезного действия по работе с малым и средним бизнесом. И знаете, я бы здесь хотел сказать, что здесь важен, наверное, не количественный показатель, а именно качественный показатель, насколько он реально работает, этот малый и средний бизнес, в том или ином муниципальном образовании. Вот эта рейтинговая система у нас в крае в следующем году будет введена, поверьте, и она будет тоже очень красноречиво работать, насколько местная муниципальная власть занимается малым или средним бизнесом. Хочу сказать, что я обычно езжу, когда по районам, и в основном жалуются на мелких чиновников. Знаете, у меня такое сравнение, чем меньше комар в народе говорят, тем больнее он кусает. Вот на самом деле чиновники рангом повыше, они уже как-то понимают, наверное, или как бы осознают, что шутить здесь никто с ними не будет. Я еще раз обращаюсь, коллеги, вот давайте просто будем здесь все вместе прозрачными, открытыми. Мы вместе делаем экономику нашего региона. Для меня не принципиально маленький бизнес, большой бизнес, средний бизнес. все вместе, я еще раз подчеркиваю, мы отвечаем за то, насколько сильная будет Кубань сегодня и насколько сильная и процветающая она будет завтра. Борис Юрьевич, что, по-вашему, малый и средний бизнес прежде всего ждет от государства? Ну, конечно, малый и средний бизнес ждет понятных сигналов о том, куда и как мы будем развиваться. Без малого бизнеса развитие никакой экономики невозможно, рыночной экономики. Поэтому я, конечно, хотел бы поздравить Вениамин Иванович и Краснодарский край с этой инициативой, потому что, на самом деле, у нас по большому счету такого большого форума малого бизнеса нет, а Краснодарский край – это действительно центр развития, вся экономика Краснодарского края зависит именно от развития малого и среднего бизнеса. Я думаю, что Краснодарский край сейчас точно займет лидирующие позиции на федеральном уровне среди всех регионов по развитию малого и среднего бизнеса. Поэтому надо выводить наш форум на федеральный уровень. Я думаю, что нам нужно малому и среднему бизнесу, есть чему учиться и здесь обмениваться опытом со своими кубанскими коллегами. Поэтому давайте попробуем сделать это в федеральном форуме. Вы, наверное, ну, может, даже самый известный предприниматель уж в регионе, так точно, который начал с малого бизнеса, так ведь, да, поправьте меня, если я ошибаюсь, а стали в итоге крупнейшим представителем ритейла в стране. Тоже хочу вас спросить, вот какая поддержка, прежде всего, государственная, нужна, на ваш взгляд, сейчас малому и среднему бизнесу? Моё мнение, что государство вообще ничего не должно бизнесу. И вот губернатор Краснодарского края, у него голова должна болеть о том, как содержать пенсионеров, детей и как из того бюджета, который есть, дороги строить, детские садики. Я думаю, что единственное, что должно делать государство, это не денег давать, и мы выпрашивать здесь руку протягивать должны. Оно должно вот этому молодому поколению вбивать в голову, что предпринимателям быть так же почётно, как прокурорам, как судьёй, как другими специальностями, и что эти люди, они в ответе за тех людей, которых они берут на работу, что они создают добавочный продукт, и что они должны потом эти деньги тратить в том крае, в котором они находятся, потому что будут здесь жить их дети, их внуки. И вот это ментально мы должны передавать в университеты, и, может быть, государство на эти программы должно тратить деньги, чтобы молодые люди брали на себя ответственность, чтобы заниматься бизнесом. Вопрос действительно возник по задолженностям государства. То есть я согласен с Евгением Николаевичем, государство нам, бизнесу, ничего не должно. Но вот единственное, есть моменты, когда просрочки достигают от 30 дней по срокам оплаты до 260 дней по срокам оплаты. У меня есть, знаете, вопрос какой возник, а почему контракт заключили, а если лимиты в бюджете не предусмотрели? Это вопрос коллегам глава муниципальных образований. А если предусмотрели и деньги в бюджете заложили, то почему не оплатили? Для меня это пометка для того, чтобы я себе записал и в процессе уже следующей недели для себя ответил. Если есть контракт, значит есть лимиты. Нет лимитов, нет контракта. Тогда будет все честно, прозрачно и никого не будем обманывать. Вениамин Иванович, прокомментируйте, пожалуйста, действительно повышение арендной ставки на землю, которая находится в собственности краевой. Вот этот вопрос по арендной плате, ее стоимости поднимают те, кто землю-то понабрал, говоря, понародить, понахапал. Вооборот, ее не пускает, а платить-то за нее надо. А хочет платить копейки, вот как это было всегда. Так вот, не нужно. Если ты ее не хочешь или не можешь использовать, верни. А если ты не можешь вернуть, но как-то рука не позволяет, тогда платить. Но государство не может просто брать, отдать, и кто-то будет ее держать. И на самом деле это государство будет самым неэффективным управленцем или самым неэффективным собственником. Так не бывает. Кто взял землю, тогда или создай на ней добавочную стоимость, продукт, производство, все что угодно. Или тогда платить. Но по-другому я не вижу сегодня, как можно сделать так, чтобы те, кто сегодня эту землю забрал, начали ее эффективно использовать. Я занимаюсь производством композитов. У меня вопрос. Планируется ли строительство какого-либо технопарка? В Краснодаре, в окрестностях, в крае? Сергей Викторович, Алтухов, ответьте на вопрос, где и когда. И вы можете к нему подойти, кстати, и принять активное участие уже в формировании этого парка. Сейчас ведется уже строительство государственных и частных промышленных парков, значит, восточная промзона, о которой мы говорим. Сергей Викторович, вы хотя бы посмотрели бы, встали. Если спиной будем вот так, как вы, общаться, толку точно не будет. Давайте завершаем. Я хочу сказать, на самом деле, друзья, спасибо за активность, спасибо за то, что на самом деле сегодня прозвучали те вопросы, где-то неприятные может быть для нас, но тем не менее. Что просит средний, малый бизнес, да в целом бизнес? Конечно, он просит равных условий, наверное, в первую очередь. Равных условий со стороны власти для всех. Вот здесь не должно быть бизнеса для своих. Тут надо всем вместе с этим взломом бороться. Коллеги, еще, подчеркиваю, все вместе. Бизнес для своих, он должен остаться в прошлом. Все вместе мы сможем сделать и правовое поле, и чище, и экономическое пространство по-настоящему равным для всех, и возможности там будут одинаковые. Позиция должна быть. Активная позиция, понимание того, что никто, никто нам это не сделает, кроме нас. И к другим темам. Международный день борьбы со СПИДом отмечают сегодня во всем мире. В Сочи к этой дате запустили маршрут здоровья. Теперь жители города-курорта смогут совместить необходимое с полезным, получить консультацию врача прямо во время поездки в общественном транспорте. Каждый человек должен регулярно сдавать тест на ВИЧ, желательно один раз в год, чтобы при необходимости специалисты нашего центра могли своевременно оказать ему лечение. Такие лекции специалисты намерены проводить каждую неделю. Темы будут меняться. Всероссийская акция Stop Speed присоединились по всей Кубани. Узнать свой ВИЧ-статус предложили и жителям краевой столицы. Сделать это можно будет и завтра в клиническом центре профилактики и борьбы со СПИДом. Обратиться туда может каждый с 9 утра до 3 дня. Обследование бесплатное и анонимное. Результаты будут готовы всего через 15 минут. Сегодня корабли Черноморского флота вышли в море на защиту границ Крыма. Расчеты противовоздушной обороны переведены на усиленный режим службы. Все подробности знает моя коллега Ксения Ермолаева. Ксюш, добрый вечер. Здравствуй, Вероника. Дело в том, что сегодня и завтра на Украине пройдут ракетные стрельбы, а местом мучения был выбран полигон, который расположен уж очень близко к Крыму, что обеспокоило правительство нашей страны. И, конечно, Кремль предложил украинским властям перенести стрельбы чуть дальше. Но к мнению, конечно, не прислушались? Конечно. В Росавиации считают, что такое поведение украинской стороны может создать небезопасную обстановку для гражданских самолетов. Поэтому было решено сделать так называемый воздушный щит. Будем следить за ситуацией, а сейчас к другим новостям страны и мира. Два человека погибли и трое получили ранения. В результате взрыва бытового газа в жилом доме в Багаевском районе Ростовской области. Взрыв прогремел около четырех утра. Полностью разрушена одна из двух квартир частного дома. На месте работали 65 спасателей, более 20 единиц техники. Следователи считают, что взрыв произошел из-за поджога. Подозреваемый, 60-летний мужчина уже задержан. Возбуждено уголовное дело. А известно, зачем он это сделал? Да, Вероник, по версии следствия, мужчина остался недоволен разделом имущества с бывшей супругой, которой досталась квартира и решил поджечь спорную недвижимость. Только вот погибли при этом ни в чем не повинные люди, соседи, молодая женщина и ее 4-летний сын. Еще двое детей глава семьи госпитализированы. Еще один взрыв прогремел сегодня в центре Афин. Один человек погиб, шестеро пострадали. Трагедия произошла в кафе быстрого питания на площади Виктория. Мощный взрыв повредил соседние магазины и дома, а также припаркованные автомобили и мотоциклы. По предварительным данным взорвался газовый баллон. В подвале кафе идет ремонт. Республиканская полиция ведет расследование. Сухой закон не иначе. В Чечне с сегодняшнего дня не осталось ни одного магазина или даже кафе, где можно купить алкоголь. Причем торговать горячительными напитками в республике никто не запрещает. Предприниматели сами отказались от продажи спиртного после страшной аварии, которая унесла жизни 8 человек. В республике было 20 точек реализации спиртных напитков. После чудовищного ДТП на трассе Кавказ они добровольно отказались от своей деятельности. Они сказали, что не хотят быть даже косвенно причастными к трагедиям, происходящим по вине пьяных водителей. Напомню, в понедельник на окраине Грозного столкнулись три легковых автомобиля, четверо мужчин, женщина и две девочки. 10 и 14 лет погибли на месте. Предполагаемый виновник ДТП, водитель Форда, скончался в больнице. В момент аварии он был пьян. Теперь о схватке, за которой неотрывно следили более 10 миллионов человек по всему миру. Магнус Карлсон сохранил за собой титул чемпиона мира по шахматам. Корона осталась у норвежца, но впервые вырвать ее оказалось настолько тяжело. До этого дня Карлсону удавалось победить в основное время. Наш гроссмейстер оказался сильным соперником и когда слово предоставили Сергею Карякину, зал взорвался. Ему аплодировали громче и дольше, чем победителю. Причем за него болели не только россияне. Титул чемпиона мира Карлсон будет держать два года, а затем очередной чемпионат. Карякин надеется, что соперником шахматиста номер один снова восстанет он и сможет забрать корону. И напоследок расскажу о необычном случае в польском морге. Там охранника перепугал зомби. Молодой мужчина вдруг очнулся и попросил одеяло. Ксюша, это точно новость, не анекдот? Вероник, ну все анекдоты, они же из жизни. Расскажу с самого начала. 25-летний поляк, зовут его Камиль, немного злоупотребил спиртным, вышел из паба и упал в снег. Очевидцы вызвали скорую, врачи диагностировали остановку сердца, реанимация не помогла. Медики констатировали смерть и отвезли парня в морг. Чуть позже охранник услышал непонятные звуки и, решив, что там орудует вор, пошел проверить. Он увидел, что в морге никого нет, а звуки исходят из морозильной камеры. Да уж, бедный охранник, а что дальше было? Дальше он нашел в одном из холодильников Камиля, который попросил отпустить его домой. Ему разрешили уйти, и он отправился сразу же в паб, наверное, отмечать воскрешение. Спасибо, Ксюш. А в Краснодаре сегодня начали устанавливать главную городскую елку. На театральной площади монтажники возвели каркас символа Нового года. Конструкцию установили на привычном месте и надежно закрепили. Главное, чтобы зеленая красавица стояла ровно и не раскачивалась. Для этого рабочие долго сверяли уровень, чтобы избежать даже малейшего наклона. За выходные на каркасе вырастут ветки, а на следующей неделе елку начнут украшать. Кроме того, новогоднее убранство появится на главных городских артериях. Улицы засияют светодиодными украшениями. А те, кому не терпится создать в доме праздничную атмосферу, уже могут купить главный символ Нового года. С сегодняшнего дня в Краснодаре начинают работать елочные базары. Точек будет много, почти полсотни. И торговать продавцы готовы без выходных до 10 часов вечера. Закончат, как обычно, 31 декабря. Впрочем, в это время велик шанс получить елку бесплатно. Но огорожане, которые не собираются так затягивать с приобретением лесной красавицы, могут купить с метр елки за 500 рублей. Столько же стоит пихта. Сосна традиционно обойдется в 400 рублей за дерево. По дороге с работы решил обогатиться и ограбить банк. В Краснодаре 56-летний мужчина зашел в офис финансового учреждения, как обычный посетитель. Когда подошла его очередь, он подсел к менеджеру, а дальше в жанре лучших голливудских боевиков. Шепотом заявил, что ему нужно 6 миллионов рублей и немедленно. Для убедительности показал оружие. Достал пистолет тихо под бумагу. Показал ему. Потом сказал ему, чтобы он подозвал кого-нибудь из сотрудников. Подошла девушка. Девушке я показал на бумаге свои требования. Сотрудница офиса, якобы отлучившись за деньгами для грабителя, вызвала полицию. Через несколько минут вооруженного сигнальным пистолетом мужчину обездвижили правоохранителя и вывели из банка. В дежурной части он сразу признал свою вину. Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы. Больше суток нет света в горячем ключе. По данным управления МЧС, сейчас обесточенными остаются 5 населенных пунктов. Причина в многочисленных авариях, которые вызвал самый сильный за последние 35 лет снегопад. Он начался накануне ночью во всех центральных районах края. Под удар стихии попали Тимошевский, Денской, Северский, Абширонский районы и Краснодар. Но если там приход зимы больших проблем не вызвал, то в предгорье он привел к коллапсу. В домах жителей погас свет, прекратилось водоснабжение, закрылись детские сады и школы. Сейчас в аварийно-восстановительных работах задействовано около 500 человек и больше 90 спецмашин. Снежный теплом переместился к побережью. Утром экстренное предупреждение было объявлено в Сочи. Там синоптики прогнозировали сильные снегопады в горах. И такая погода продержится до воскресенья. Выше полутора тысяч метров лучше не подниматься. Мокрый снег будет налипать на провода, что может привести к повреждению энергосетей. Холода продержится в крае до выходных. Сегодня наш телеканал отмечает день рождения. 17 лет назад мы начали вещание под именем Кубань РТВ. Первый выход в прямой эфир длился всего лишь два часа, а сегодня мы круглосуточно рассказываем всему краю и соседним регионам о жизни Кубани. Все 17 лет мы старались работать так, чтобы не разочаровать самого строгого судью вас, наших зрителей. Чего удалось добиться, чем мы гордимся и что всегда остается за кадром. Отчет о работе подготовила Нинель Восконян. Вот наша студия, маленькая, посмотрите, потолок низкий. Вот наш весь коллективчик. Замечательно. Команда была молодые, все задорные, и шабашные. Глаз горел. И мы, конечно, практически жили на работе, нам очень хотелось достойно выйти. И они вышли и сразу в прямой эфир. Это был выпуск, в котором презентовали телекомпанию и будущие программы. Историю в кадрах режиссер Ирина Архангельская создавала своими руками вместе с коллегами. Всего тогда работали около 80 сотрудников. Для сравнения, сегодня в нашей команде больше 400 человек. Впрочем, с годами изменилось не только количество. Выпуски новостей выходили в прямом эфире из кабинета офисного здания. Помещение не было приспособлено к студийной работе. Десяток самых простых осветительных приборов держали алюминиевые трубы. Они были прикручены к потолку шурупами. Ведущий читал новости на синем фоне и работал всего лишь на одну камеру. Сегодня мы работаем в профессиональных павильонах. Здесь правильная высота потолков, освещением управляют компьютеры, а ведущие работают сразу на несколько камер. За спиной у них современные декорации. Звукопоглощение здесь такое, что зритель никогда не услышит в эфире стук колес поездов, которые постоянно проезжают мимо нашего здания. Все. Читаем. 30 стран и все в Сочи. Адреналин прямого эфира, гонка за информацией, обновление почти каждый час. Новости короли эфира с первого дня. Они заняли прочное место в сетке вещания. Всегда неизменно вечерний прайм-тайм в 19.30. Сегодня технические возможности канала позволяют корреспондентам «Фактов-24» выходить в прямой эфир из любой точки края. За годы работы у программы появились свои поклонники. Так, телевизор в доме АТ и Сорокиной каждый вечер настроен на Кубань-24. Если мы имеем возможность посмотреть по другим каналам мировые новости, новости федеральные, то кубанские только на этом канале, только на Кубани-24. Мне очень нравятся корреспонденты и вообще вся команда, которая там работает. Люди очень профессиональные. Наш телеканал не расстается со зрителем с самого утра и до поздней ночи. Днем эстафета информационного вещания переходит к премьере этого телевизионного сезона в программе «День Кубань-24». Ее ведущие без перерыва работают два с половиной часа в прямом эфире. Вместе с гостями в студии они обсуждают новости края, страны и мира, уделяют внимание бизнесу, культуре и спорту. Сегодня сетка вещания канала наполнена оригинальным контентом. Документальные фильмы, аналитические, медицинские и социальные программы. Каждый житель Кубани может выбрать проект на свой вкус. Очень волнительно, очень радостно. Спасибо огромное. Ребята, это наше мы сделали. Ко дню рождения наша компания получила заветный подарок для любого СМИ – Орфея. Награду самого престижного телевизионного конкурса страны «Тефи-регион» принес проект «Все по-взрослому». Он победил в номинации «Программа для детей». Этот Орфей стал для нас уже шестым по счету. Вы в большом волосе очень хорошо работаете. Конечно, я совсем недавно приехала из Уфы, где ваша программа получила, программа «Для детей» получила. «Все по-взрослому» получила при «Тефи-регион». Это большая удача, потому что были очень сильные конкуренты, споры в жюри были, но решение было практически единогласное. С днем рождения, мои дорогие! Ребята, бейтесь, как можете за «Тефи», и все будет хорошо. Николая не берет. Отрадно, что в регионах появляются ресурсы, которые заставляют собой считаться. И уважать, прежде всего, в профессиональном плане. И в этом нет никакой надменности. Искренне восхищаюсь, с тоской вспоминаю наше южное прошлое. И желаю не только, пусть даже это банально звучит, творческих успехов, но и прежде всего не терять контакт со своим зрителем, как это было, как это есть, и надеюсь, как это будет в будущем. Сегодня мы есть во всех телевизорах Краснодарского края, но и это не предел. Выход на спутник Кубань-24 «Орбита» помог охватить половину нашей страны. Такую большую аудиторию нужно постоянно удивлять. Творческий процесс – это поиск постоянно новых форм. Можно сказать, даже бесконечный поиск. И мы постоянно их ищем. И в следующем году тоже у нас появятся и новые проекты, и будут новые лица. И мы все делаем для того, чтобы нашему телезрителю было интересно смотреть наш телеканал. Сегодня в открытую продажу поступили билеты на Кубок Конфедерации. Для болельщиков приготовили в общей сложности почти 700 тысяч заветных пропусков. На сочинском стадионе «Фиш», что он станет одной из аренд футбольных сражений, журналистам показали трофей, который увезет на родину победитель Кубка Конфедерации. Наш собственный корреспондент Кристина Конограев выяснила, кому запрещено прикасаться к символу победы и на какое проклятие обречен его обладатель. Кубок Конфедерации прибыл в Сочи спецрейсом из Санкт-Петербурга. Путешествует один из главных трофеев мирового футбола в стальном ящике и под надежной охраной. Его хранитель FIFA Бурно Сасси как ювелир работает в белых перчатках. Без них прикасаться к 9-килограммовому глобусу может только человек, который уже выигрывал Кубок Конфедерации. Моя задача всегда следовать за делегацией FIFA, следить, что происходит с кубком, быть в курсе, куда он поедет, где будет размещаться и, конечно, отвечать на вопросы всех любопытных болельщиков. Из приглашенной делегации взять в руки заветный кубок может только бразильский футболист Жулио Баптиста. На его счету два подобных трофея. Но фото на память любезный хранитель Бруно разрешает сделать всем желающим. Как и большинство наград FIFA, Кубок Конфедерации похож на глобус. Тот же позолоченный земной шар, только не в руках богини Ники, а на специальном пьедестале из лазурита и черного дерева. Как ни странно, но победу в этом турнире особо суеверные игроки и болельщики называют проклятием. Дело в том, что за всю историю футбола обладатель Кубка Конфедерации ни разу не выигрывал следующий за ним чемпионат мира. Первая футбольная дуэль на стадионе Фишт. Под проливным дождем Жулио Баптиста и Валерий Карпин соревнуются в исполнении штрафных ударов и пробуют в деле официальный мяч чемпионата мира. Задача не просто загнать красаву в сетку, а еще и попасть по тарелкам в углах ворот. За символическим, но очень напряженным поединком двух легенд футбола наблюдали журналисты, воспитанники детской футбольной школы и гости из краевой столицы. И вот первая домашняя победа России, причем над самой Бразилией. Ну я, видимо, победил, потому что я по-ветерански бил, а он еще по-футбольному. Поле в великолепном состоянии находится, так что будем надеяться, что с 1 декабря, насколько я знаю, продажа билетов открывается уже. И на Кубке Конфедерации, мы надеемся, что стадион будет заполняться до отказа, что хотелось бы. Нет, нет, я, конечно, не расстроен, что проиграл, потому что все это было организовано как шутка. Я очень счастлив быть здесь, тем более мы давно не виделись с Валерием. В отличие от футболистов, репортерам разрешено выходить на газон только в медицинских бахилах, чтобы обезопасить траву от болезней и микробов. Но самая главная фишка фишта – близость трибун к полю, как на лучших мировых аренах. Сочную картинку операторам видеотрансляции обеспечат прожекторы мощностью в полторы тысячи люминов. Кроме того, с помощью специальной видеосистемы ворота научат определять, был гол или нет. Для нас сегодня большая честь, во-первых, принять трофей, который будет уже в следующем году разыгрываться. Во-вторых, сегодня впервые на поле нашего стадиона, который находится в завершающей стадии реконструкции, вышли люди, которые вошли в историю. Мероприятие является знаковым для края. Это накладывает нас дополнительную ответственность в части подготовки стадиона и вообще всей инфраструктуры Краснодарского края. Кубок конфедерации – выставочный турнир. Им проверяют на готовность стадионы и команды перед чемпионатом мира. В трех групповых матчах, которые примет стадион «Фишт», Россия участвовать не будет. Но шанс поддержать команду Станислава Черчесова в Сочи у болельщиков все же есть, если наша сборная попадет в полуфинал со второго места в группе. Кристина Конограй, Иван Милконян, Кубань 24, Сочи. Далее зарядка. Пять приемов пищи, диетической, конечно, и снова спорт. Людмила Шафронюк приехала из Самары, поставила цель за неделю сбросить 10 килограммов. Я в восторге от всего. Я от Елены Васильевны. Как доброжелательно, так красиво, так доходчиво. Все объясняют, это какое-то чудо. Программа «Экспресс-курс» основана на лучших достижениях мировой медицины. Помимо усиленных занятий на тренажерах, участники проекта каждый день слушают лекции знаменитого теледоктора о пользе здорового образа жизни и как важно изменить себя для начала внешне. Люди должны правильно питаться, а это значит есть пять раз в день, или четыре, или шесть раз в день. Люди должны двигаться, потому что без движения все гибнет. И люди должны понимать, что они делают и зачем они живут. И все. Первый спецкурс от Елены Малышевой стартовал в санатории «Русь». Каждое воскресенье здесь ждут те, кто решился избавиться от лишних килограммов, которые мешали жить здорово. Таможня передает добро. Так называется выставка конфиската. Она открылась в Новороссийске. Экспозиция состоит из предметов, которые изъяли таможенники за последние 30 лет. Картины, иконы, монеты и даже ритуальная атрибутика аборигенов. Все это когда-то пытались незаконно провести через границу. Но таможенники были на чеку. Предметы из Африки, например, постарались прятать среди ничем не примечательных вещей. Ввозились бытовые предметы, и потом вместе с ними везлась эта коллекция. Просто участник внешнеэкономической деятельности намеренно подумал, что таможенники не будут проводить таможенный контроль. И в рамках таможенного досмотра не выявят указанную коллекцию. Однако они, к сожалению, ошиблись. Или, к счастью, теперь посмотреть на контрафактное разнообразие можно в историческом музее-заповеднике города-героя. Здесь представлена самая необычная контрабанда. А всего за 30 лет сотрудники службы изъяли свыше тысячи редких и порой очень дорогих предметов. Продолжение следует...